Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав, вы смотрите кинал Geekstarter и сегодня я расскажу вам про Nintendo Switch спустя год ее официального запуска и лично я с ней уже больше двух месяцев и мне хочется поделиться своими своими впечатлениями об этой консоли обзоры на консоли вообще на этом канале выходят крайне редко потому что они не выходят каждый день я считаю, что о таких вещах нужно рассказывать потому что все-таки это те вещи, которые покупаются надолго и как правило это те вещи, которые покупаются когда действительно есть свободные деньги потому что все-таки это игрушка все-таки это игровая консоль в первую очередь и учиться здесь не получится хотя опять же специфичный момент может чему-то это вас можете научить так или иначе Nintendo Switch вызвало у общественности огромное количество вопросов потому что с одной стороны это консоль, которая явно отличается от всего остального, что было ранее и наиболее близка именно к PlayStation Vita которую, к сожалению, нельзя назвать успешной по ряду причин и при всем при этом Nintendo Switch в СНГ воспринимается чаще всего блогерами и даже не так, зрителями как какая-то проплаченная хрень Nintendo которая никому не нужна и в общем-то это вообще полная чушь хочу заметить, что купил я эту консоль за личные деньги купил я ее, в принципе, неважно в каком магазине они мне не платили для того, чтобы я об этом говорил но, как бы, чек у меня присутствует вот, купил я ее за 11 350 гривен по курсу посмотрите сами в общем, выглядит это, грубо говоря вот, как-то вот так в общем, вот сумма это все дело было приобретено сначала я купил ее с целью, ну, во-первых, ознакомиться во-вторых, снять вам обзор и была мысль, что я сниму обзор и продам ее, короче, нахер после этого потому что я почему-то думал себе в голове что она мне, скорее всего, не понравится но, через некоторое время получилось так, что я понял что продавать ее не буду потому что она все-таки очень круто вошла в мою жизнь видео будет не коротким поэтому готовьте чай и бутерброды и давайте разбираться, что из себя представляет Nintendo Switch на данный момент скажу сразу, что я брал бандл с Марио потому что это был единственный бандл доступный на тот момент в покупке за вменяемые деньги эта версия Switch'а идет с красными джейконами о них мы еще тоже подробно сегодня будем говорить и помимо этого я сразу прикупил официальный чехол типа под кожу, вот такого плана чем он мне понравился тем, что он не надевается на саму консоль а просто является способом ее переноски может выступать в роли подставки и в комплект шла здоровенная пленка на экран которая Switch'у в принципе нужна потому что по неизвестным причинам Nintendo как-то очень криворуко соорудила непосредственно конструкцию док-станции и в конечном итоге через некоторое время вы можете поцарапать экран просто потому что вы слаживаете Switch в свой официальный кредл короче неприятная херня поэтому вот эта штука она в принципе необходима к покупке я считаю, что нужно купить ее если вы планируете пользоваться Switch'ом длительное время что касаемо самого Switch'а он оказался не сверх большим потому что у меня была картинка мира что это какая-то очень большая штука где-то в размерах iPad'а но на самом деле он оказался довольно компактным и большим кажется лишь пару секунд после того, как вы его распаковали через некоторое время, когда вы начинаете им пользоваться вы понимаете, что это довольно компактная штука в целом и она много места в порфиле не отнимает а опять же в паре с кейсом это вообще очень комфортная и ультимативная история сами джойконы отстегиваются это как бы не новость их можно снять и использовать отдельно от Switch'а в режиме настольном либо к телевизору не могу сказать, что я частенько их снимал как правило, я использую Switch именно в формате handheld консоли потому что, ну, как-то дома есть PlayStation причем это не единственное есть еще тройка, есть четверка и в большие серьезные игры все-таки играю чаще там но так уж получилось, что играть всякую херню на Switch'е у меня тоже не получилось как вы уже поняли, у меня в комплекте тут Mario и изначально это была единственная игра, в которой я играл на Switch'е и первое, что меня удивило в Mario, то что это все-таки игра в первую очередь и я хочу сейчас сразу пояснить момент многие считают, что Mario это такой же там типа штамп как Call of Duty, как FIFA, который выходит каждый божий год и ничем вроде как не отличается от предыдущей хотя это на самом деле абсолютно не так потому что последняя номерная большая Mario, которая была с Open World'ом и вот со всей этой историей это, насколько я понимаю, Nintendo 64 консоль Mario 64 я опять же могу ошибаться возможно было что-то еще на Wii U Wii U у меня не было и, судя по всему, я не особо много потерял но Mario Odyssey это, наверное, один из лучших Open World'ов которые есть на сейчас, в принципе, на консолях и объективно, наверное, лучший вообще, в принципе, платформер я уже играл, опять же, в тот же самый Ratchet & Clank на PlayStation 4 я играл в Knack первую часть и из всех этих трех игр, которые якобы милые и в Open World'ом именно Mario показался мне наиболее продуманным до мелочей, в принципе, игрой помимо этого на Switch'е у меня есть, конечно же, богоподобная Zelda и я тоже буду в клане тех чуваков, которые будут говорить, что Zelda это действительно легендарная игра во всех смыслах потому что то, что те эмоции и те истории, которые я сейчас переживаю в Zelda сложно с чем-то сравнить потому что, ну, во-первых, у Zelda немного есть похожих игр в таком жанре многие могут сказать, что это Skyrim только слегка мультяшный я отчасти, наверное, соглашусь но все-таки в Skyrim было некоторое ощущение того, что у вас все-таки идут по какой-то большой но прописанной истории а вот в случае с Zelda у меня практически все прохождение сводится к тому, что само окружение и ситуация с искусственным интеллектом меня развлекают это очень странная херня, но в этой игре безумное количество деталей офигенно интерактивный мир, потому что я не помню игр, в которых можно было ну, разве что Far Cry 3, и то это была как одна единственная фишка, связанная с OpenBoggle, которая в глаза бросалась вы можете поджечь пол и буквально взлететь то есть от того, что горячий воздух поднимается вверх и вы с помощью парафана облетаете какие-то препятствия ну, то есть это такой баральный пример, но в этой игре реально огромное количество интерактивных объектов сумасшедший здоровый мир, который хочется исследовать он кажется слегка пустым, но в процессе сюжета вы начинаете понимать, почему так происходит не буду опять же ничего споюрить, потому что я специально, когда покупал Switch, ничего не читал, ничего не слушал про Zelda потому что я понимал, что это самая главная игра на Nintendo Switch прямо сейчас и в принципе я оказался прав, потому что пока что лучше этого я ни во что не играл на Switch спасибо благодаря тебе моя душа снова свободна и Рута опять с нами хотя мы больше не сможем проводить время вместе как раньше теперь я лишь бесплотный дух и больше не могу исцелять поэтому я хочу хочу отдать тебе мою силу милость мифы еще вчера я рыдала я думала что моя душа обречена томиться здесь в одиночестве целую вечность но сегодня ты ты освободил меня, Линк и мы снова с тобой встретились теперь ты всегда можешь использовать мою силу поэтому я очень рада ну мне пора я должна успеть подготовить Руту когда ты начнешь решающий бой с Ганноном в замке Хайрух нам нельзя будет медлить Линк пожалуйста спаси ее спаси принцессу и помимо Зельды я прикупил в Нинтендо Сторе Resident Evil Revelations первую часть которую в свое время по какой-то причине пропустил и она в формате свеча офигенно игралась как альтернатива Марио и Зельде потому что все таки Зельда и Марио довольно добрые игры в целом которые приятные глаза которые яркие а вот Resident Evil Revelations это очевидно очень грюмая злая игра про зомби и плохих парней что самое клевое в свече на данный момент и почему возможно вам нужна эта консоль первая причина на мой взгляд это конечно же то что это в первую очередь игровая консоль поймите меня правильно у меня есть iPad у меня есть планшет на андроиде но все эти устройства не ценно на огромное количество интереснейших игр в том числе и недавний релиз PUBG и Fortnite подтверждают что мобильные устройства для игр абсолютно пригодны но все еще разработчики не научились правильно использовать ресурсы мобильных телефонов и планшетов и особенно бесит подход к монетизации потому что здесь вы все таки покупаете здоровенный AA Title за 60 бачей и при этом получаете полноценную большую игру в которой вам никто не пытается продать дополнительный контент я знаю что сегодня на больших консолях такое бывает но если сравнивать количество контента и часов которые вы проведете в такой игре и даже в самой большой мобильной очень мало существует сегодня мобильных игр которые действительно большие которые действительно проработаны и являются интересными с точки зрения сюжета или геймплея в основном это либо порты с младших консолей то есть той же самой PlayStation 2 было огромное количество портов сегодня национальной мобильной платформе и сразу в голову приходит серия GTA, Vice City, San Andreas, Liberty City Stories и прочие большие игры но в целом каких-то больших проектов которые вот прямо для мобилок были ориентированы вспомнить много не получается и единственное что мне в голову приходит из больших классных игр на мобильные устройства это опять же Vainglory как сетевая Dota очень крутая во всех смыслах которая является действительно мобильным проектом то есть она не имеет никаких портов на большие ПК либо Mac либо и так далее ну консоли и Monument Valley первая и вторая часть которая в целом просто богоподобно прекрасна на первую часть я в свое время делал обзор эта игра очень сильно запала мне в душу вторую часть очень ждал, купил, прошел очень классно но опять же это короткие прикольные головоломки для мобилок но это небольшие интересные игры и вообще в любых играх на смартфонах ключевая проблема заключается в том что батарейки их утекают крайне быстро как правило телефоны нам нужны не только для игр но и для связи и очень часто я даже себя люблю на мысли что я отказываю в себе в играх на телефонах потому что я знаю что я не успею идти в розетке а я еще не дома и в общем ты начинаешь переживать по этому поводу и вот Switch он дает возможность играть не думая о батарее потому что во первых он ее в принципе неплохо держит если тот же самый Mario ну я до сотки я хочу поиграть то в принципе у меня есть 4,5-5 часов в 3D игре и 7-6 часов если эта игра менее простая с точки зрения графики то есть у меня в среднем всегда там 4,5-5 часов наигрывается за один раз потому что ну во первых в дороге тебе больше в принципе не нужно потому что ну блин я слабо себе представляю что где-то в поезде в самолете вы будете играть больше 5-6 часов а даже если и будете то Switch сюда можно зарядить и очень приятно что здесь именно USB-C зарядить его нынче вообще не проблема Joy-Con держат долго поэтому переживать по поводу батарейки в Switch нет никакого смысла ну и самое клевое в Switch то что можно делать со Switch еще его не можно в большинстве случаев делать с мобильными устройствами это игра вместе Joy-Con каждый сам по себе довольно уникален потому что если их отсоединить они превращаются практически в полноценный джойстик с одним стиком и большинство игр на двоих это поддерживает вы играете вместе с другом на таком маленьком Joy-Con и да возможно это на первых порах выглядит максимально ушлепски но через некоторое время вы начинаете к этому привыкать и тупо рубиться на пару с корешем в любую из игр которые поддерживают два игрока и тупо кайфовать если вы довольно социальные и у вас есть друзья которые готовы разделить с вами игру на Switch то это прикольно то что вы можете опять же вдвоем поиграть сразу на одной консоли вам не нужно докупать что-либо еще это очень круто самое наверное приятное для меня в Switch это то что все таки здесь действительно принципиально другие игры безусловно здесь есть Nintendo eShop с западными проектами которые тоже присутствуют из больших серьезных игр которые сюда было портировано сразу приходит в голову Skyrim, Doom, Payday второй уже официально вышел но поймите меня правильно я не очень вижу смысла в покупке того же самого Skyrim потому что проходить его в 3-4 раз не особо вижу для себя какой-то смысл хотя возможно в будущем рано или поздно я к этому приду потому что Skyrim не действительно уникальная игра в которой после каждого прохождения ты находишь что-то новое но пока что хочется остановиться именно на тех проектах которые есть на Nintendo Switch эксклюзивно и вот Mario мной еще до конца не пройден а в Zelda вообще конца не видно ну то есть это те игры которые ты покупаешь и ты можешь в них жить длительное время вы должны понимать что я не часто играю сегодня в игры то есть то что на стриме происходит это само собой но в дороге мне не всегда это получается делать потому что все-таки я езжу на машине а не на метро или там в общественном транспорте но каждая поездка, каждая командировка, каждый вечер когда у меня есть свободное время или мне приставки сюда играть и что-то в стриме я беру свечи в ручки и кайфую потому что игры которые здесь есть они все-таки в первую очередь игры и вот тут подходим к самому интересному чего я давно уже не видел на PlayStation чего я уже очень давно не видел на ПК это то что игры здесь действительно являются играми у них есть нормальный полноценный продуманный геймплей здесь тебя развлекают не только кинемографическими заставками а непосредственно самим геймплеем это очень интересно осознать но сегодня очень много игр превратились либо в шутаны тире-тир где нам дают пачку врагов вы их расстреливаете и потом показывают красивую заставку и это все повторяется на количество раз либо вы покупаете игру в которой вы вообще ничего не делаете а просто созидаете и время от времени делаете какие-то выборы это неплохо, я хочу заметить что этот вид жанр сегодняшних развлечений он имеет право на жизнь но проблема здесь в том что иногда тебе действительно хочется играть в игры а не просто смотреть на какие-то заставочки и что Марио, что Зельда и особенно Зельда это в первую очередь геймплейно ориентированные игры и если Марио действительно та игра в которую хочется тупо отдохнуть и не думать и играть именно в игру я вообще честно говоря смотрю себя на платформе что Марио это один из первых платформеров который я вообще проходил за много-много лет потому что сегодня жанр платформера он практически умер и единственные компании которые сегодня хоть как-то делают платформеры это либо какие-то инди-игры, инди-проекты где все еще платформер как жанр не умер но больших АА платформеров тупо не осталось то есть у нас есть Марио, у нас есть Речет и Кнэк и Кнэк который ты такой то есть Кнэк тот же самый я скачал первую часть PlayStation Plus в свое время так и не купил его и сейчас в принципе понимаю что слава богу потому что на фоне того же Марио он безумно скучный то есть это совершенно однообразная локация это совершенно однообразный геймплей да эта тема с переворачиванием в одного в другую оно на практике выглядит очень прикольно но оно очень быстро приедается и поразительно как чертов итальянский водопроводчик даже спустя столько лет все еще способен дать новый и неочевидный геймплей и что самое клевое в Марио что я для себя объяснить совершенно не могу при совершенно примитивном сюжете про спасение принцессы а он все еще здесь то есть ничего не изменилось в него интересно играть именно геймплейно то есть я словил себе на мысли в какой-то момент что я уже час бегаю по одной и той же локации в поисках очередных звезд которые нужно собирать на каждой локации и вроде как у тебя уже достаточно для того кто перенестится на новую локацию но ты все равно как сумасшедший продолжаешь их искать на одной и той же локации и это странно потому что в современных играх у меня например уже очень давно пропало желание исследовать мир каждый раз когда я запускаю какой-нибудь Assassin's Creed я тупо иду по сюжету до самого конца и все то есть как только игра говорит типа чувак вот здесь побочное здание есть вот туда можно пойти туда можно пойти я этого не делаю потому что это все дико скучно и из больших аа игр где мне было не скучно исследовать open world это GTA то есть GTA 5 это действительно игра в которой open world продуман которая интересная и которая наполненная и вот что с Марио и с Зельдой абсолютно такие же ощущения вы скажете блин Ярик ты купил две игры эксклюзивных на Switch и ты хочешь сказать что Switch это консоль ради двух игр ну то есть выглядит это пока и звучит именно так с одной стороны вы наверное правы потому что на данный момент это действительно две игры в которые я большую часть времени играю но с другой стороны хочу заметить вот какую вещь у нас сегодня не так много свободного времени на игры тем более на большие игры то есть хочу привести пример того же самого Ведьмака 3 я суммарно с момента покупки и до титров проходил год у современного человека лично я про себя сейчас говорю нет там 12 часов в сутки для того чтобы играть в open world игры в запой и для меня Switch стал отдушенным потому что я начал находить время на игры где-то не дома и в тех местах где я обычно не играю это во первых меня дико поразило и обрадовало и что мне еще больше всего нравится то что в Switch игры все-таки чуточку другие и очень классно что они не заставляют быть на серьезных щах то есть я имею ввиду что когда ты играешь на PlayStation что в целом вообще классно и круто я люблю играть на Sony но на PlayStation у меня в основном какие-то большие серьезные игрушки то есть это какие-то стрелялки какие-то мультиплеерно ориентированные проекты и они как правило заставляют тебя там сесть и основательно начать играть то в случае с Switch ситуация абсолютно обратная я сажусь и ловлю какое-то приключение какой-то прикольный экспириенс самое клевое для меня в Switch это его портативность безусловно но есть и минусы я не буду сейчас говорить про то что там какие характеристики какие у него там экраны это вы все тысячу раз видели, слышали те кто сейчас думают о его покупке наверняка уже знают о всех этих характеристиках но хочу паре моментов предупредить которые для меня были неожиданностью и я если честно слегка опешил когда осознал что вот так оно есть на самом деле потому что я перед покупкой об этих вещах не знал первый момент здесь есть активное охлаждение то есть у Switch присутствует радиатор и небольшой кулер я за время игры в handheld режиме о нем не слышал ни разу однако когда вы вставляете Switch в dock то он рисует картинку не 720p а Full HD либо 960p в зависимости от игры и активный витиллятор включается и его даже чуть-чуть слышно но вы должны понимать что даже под самой большой нагрузкой по сравнению с моей PS4 вентилятора здесь считай нет то есть его не слышно вообще и это не то чтобы минус но вы должны понимать что есть кое-что что может дуть второй момент к Nintendo Switch на данный момент невозможно подключить беспроводные наушники вообще никаким образом то есть функция Bluetooth в принципе отсутствует вы не можете подключить к нему беспроводные наушники AirPods и прочее все это дело здесь работать не будет в чем причина такого решения у меня отчасти я догадываюсь почему так потому что оба контроллера работают по Bluetooth они одновременно подключаются к одному и тому же Bluetooth модулю и скорее всего Bluetooth наушники здесь не работают опять же по той же причине по которой они не работают по PlayStation для того чтобы задержка между контроллером и вашей приставкой была минимальна рад ли я этому не очень потому что у меня есть беспроводные наушники целых две пары на данный момент и мне приходится одни из них подключать проводом когда я хочу играть в Switch это меня бесит слегка и было бы классно чтобы все таки беспроводной звук здесь был вторые моменты о котором опять же в обзорах особо не говорилось здесь есть вот такая вот типа подставочка для того чтобы поставить консоль условно говоря на стол снять джейконы и играть то есть идея как бы такая но проблема в том что вот эта подставочка она настолько хлипкая и настолько несчастная что я понимаю что если вы вдруг забудете ее убрать это то что вы первым сломаете случайным образом под ней кстати вкладан слот под карту памяти microSD который я к слову еще не вставлял пока что хватает внутренней памяти и я пока не вижу смысла для расширения ее возможно в будущем я это сделаю следующий момент экран в Switch сенсорный но мне абсолютно непонятно зачем я пока что не нашел игры в которых сенсорный экран хоть как-то задействовался возможно Nintendo сделала это просто потому что сегодня выпускать не сенсорный экран в портативном устройстве это тупо странно но все интерфейсные моменты все можно щелкать пальцем хоть я это максимально редко делаю потому что ну мне джойконами это делать просто тупо удобней еще момент который слегка наверное может раздражать и который лично мне не особо нравится в Switch и хотелось бы это изменить это полное отсутствие какого-либо браузера или приложений в целом я понимаю что это все-таки в первую очередь игровая консоль но на той же самой PlayStation и Xbox сегодня есть огромное количество приложений и браузера которые позволяют пользоваться просто интернетом вы скажете на кой хрен на консоли браузер я вам скажу что это портативная консоль и было бы круто чтобы здесь браузер был потому что опять же когда я ехал последний раз на горнолыжный курорт скажем так по работе как ни странно сейчас многие будут думать что я вообще зажрался по работе ездить на горнолыжный курорт но тем не менее такая ситуация была и я брал с собой iPad, Mac, телефоны и Switch но iPad выступал только в роли просмотращика сериалов я был бы очень рад ставить карту памяти в Switch загнать туда все свои сериалы и смотреть сериалы со Switch, а не с iPad и мне бы не пришлось таскать лишний планшет с собой это первый момент и второй момент все таки иногда действительно хочется зайти на тот же самый YouTube и что-то посмотреть в какой-то момент я застрял в зелье на одном из уровней в головоломке она меня буквально сломала и я не мог понять что мне нужно делать и мне пришлось лезть с телефона и смотреть на YouTube это там было бы комфортно чтобы все таки такие приложения как YouTube или хотя бы браузер были на Switch, но их нет появятся ли они там скорее всего не появятся ждать их там не стоит и я четко понимаю что скорее всего Nintendo этого не допустит потому что как только в консолях появляются браузеры это является первой или самой основной дырой для их взлома на данный момент Switch не взламывается его пытаются эмулировать я знаю что ту же самую зелью сегодня можно запустить на ПК но вам для этого придется очень сильно анонировать и нужно иметь действительно очень мощное железо которое нифига не сопоставимо с ценником на сам Switch и игру даже в целом поэтому это скорее ради спортивного интереса или является какой-то рабочей идеей и моделью что для меня стало радостной новостью то что Switch Region Free это означает что вы можете с любой стороны купить картридж для Switch и абсолютно без проблем его вставить в вашу консоль и получить и локализацию если она была изначально у игры и получить непосредственно саму игру то есть никакого регионлока на картридже для Switch нет то есть где бы вы не купили ту же самую Зельду она будет работать на вашем Switch на том языке в котором вам комфортно при условии что язык локализации был потому что допустим на моей коробочке вообще нет ни слова по-русски в принципе и тем не менее все работает в том числе и на русском языке то есть та же самая Зельда и Марио полностью дублированные игры то есть здесь как у Sony принято допустим у них все проекты которые являются эксклюзивными для PlayStation они как правило дублированы и в случае с Switch не исключение любой проект который вы запускаете на Switch он будет дублирован и это круто если подводить какой-то итог рекомендую ли я к покупке Switch однозначно да если у вас уже есть большая настольная консоль то Switch вас не разочарует и будет крутым дополнением между мобильными играми, играми дома на ПК либо PlayStation или Xbox возможно у вас Xbox и у вас будет например нормальная портативная консоль лучше это чем PlayStation Vita но мне сейчас сложно сказать потому что в момент покупки той же самой Vita в свое время она доставляла мне тоже невероятное удовольствие и на ней тоже проходил достаточно большие интересные игры но Switch кажется все-таки более какой-то взрослой и более основательной консолью здесь игры действительно больше, они действительно масштабнее не сам факт того, что тот же самый Switch сегодня спокойно запускает Doom, Lai Noir и тот же самый Skyim ну не секрет и не с нужным мнением чтобы догадаться что эта штука тупо мощнее Рад ли я покупке Switch в целом? однозначно рекомендую ли я его к покупке? точно да, особенно если у вас есть что-то из вышеперечисленного брал бы я Switch единственной игровой консолью при условиях, что у меня не было бы допустим PlayStation наверное все-таки нет то есть эта штука имеет смысл только в тот момент, когда уже у вас есть основная игровая платформа когда уже у вас есть PlayStation или ПК мощный и только потом я бы на вашем месте переходил к покупке Switch потому что если сравнивать количество игр эксклюзивных и интересных которые есть сегодня у Sony и которые есть здесь они конечно же абсолютно не сопоставимы консоль все еще слишком молодая, чтобы хоть как-то с этим тягаться но среди портативного геймплея, среди того, что вы можете получить от iPad или телефона это пока что самый топовый экспириенс, который я в принципе получал от игр в переносном формате на этом все, если у вас есть какие-то вопросы, что-то вы не узнали, чего бы хотели узнать оставляйте эти вопросы здесь в комментариях подписывайтесь на меня в Instagram, в Telegram канале, который я тоже стараюсь активно вести также не забывайте, что у меня есть Twitter и пользуйтесь только хорошими гаджетами все, всем пока, любви, счастья и побольше вам, Марио, вашу жизнь вот, я закончил так уж вышло, что уже в конце монтажа я вспомнил обо одной вещи в начале нового года вышел подкаст отвратительные мужики под выпуском 82 это бывшие ребята садовой кухни, игромани и прочих больших игровых ресурсов вообще в принципе СНГшных и хочу вам поставить фрагмент этого подкаста это Илья Овчаренко нынешний и по-моему основатель gembox.ru имел прямое отношение к конобу, сейчас работает параллельно в высоком меди в общем многоуважаемый на самом деле человек в игровой индустрии не только и вот что этот человек думает о Nintendo Switch для меня это наверное самое большое олицетворение всего всей той квинтэссенции мыслей которые я вам тут полчаса втирал в общем слушаем ставим лойсы, пишем комменты Игры Игры лучшие игры года выбираем по одной каждый называем быстро обосновываем сремся, орем уходим класс легко Илья Леонидович тяжело есть новый формат ну он не новый но он как бы для меня переоткрыл как бы во многом историю я большую часть года играл на Nintendo Switch я это говорил очень много раз и много раз писал и много раз классные ребята мне писали о том что мне занесло Nintendo и конечно мне занесло Nintendo вот вот и в общем то прекрасно сотрудничаем но не так и не столько чтобы поменять мнение Илюши я вас уверяю друзья потому что мне еще много кто занес как бы и Nintendo там далеко не лидера Switch это уникальная консоль которая как и я сказал ранее как и звездные войны дарит какую-то определенную совершенно невероятную атмосферу праздника у тебя в руках при этом она далеко не самая топовая и недалеко не самая графическая и так далее но вместе с ней так сказать пришли ну в мою жизнь игры которые действительно мне ну там или я их до этого играл типа Skyrim и играю теперь заново на Switch или та же зельда которая первая зельда которая по-настоящему мне понравилась это была именно как бы это первая зельда которая по-настоящему понравилась мне кажется огромным Брейт оф де Вайлд потому что я считаю что что с точки зрения не тру пацаны то что с точки зрения нет на геймбой черно-белом нужно было да ну это понятно но это это реально черно-белом с одной стороны это торжество геймдизайна который вот за эти годы как бы сформировался и при этом видно что это делали люди с огромным невероятно огромным игровым опытом с другой стороны это торжество геймдизайна с точки зрения донесения привычных скажем так паттернов Зельды и вообще First Party Nintendo до новой аудитории Брейт оф де Вайлд это бесспорно бесспорно эталонная игра года это игра года на уровне это игра которую потому что это игра потому что внимание это игра года это не нарратив года это не там дизайн это игра игра в которую играешь по-настоящему играешь да мне кажется это важно в первую очередь и поэтому конечно же с точки зрения там какого-то видеоигрового специалиста я должен назвать Зельду игрой года и когда там мне наговорили там типа вот я был уверен что все выставки которые пройдут все премии которые пройдут возьмет Брейт оф де Вайлд это правильно так должно быть сука так должно быть блять в этой ебать индустрии что ее возьмет наконец игра и почему всегда Марио которые выходили на новых консолях и Зельды блять всегда были десятки потому что это игры блять это нахуй не open world нахуй нахуй на сколько это не нарратив это не сюжет это не игры блять игры сука так же как и Супер Марио Одиссе который гениально сто процентов такая же вы можете любить Марио можете не любить Марио но если вы на Нинтендо Свич дошли до мира с городом а после этого мира с городом празднуете сука день города блять вы все поймете вообще в целом блять про игровую индустрию и чуваков которые делают эти игры все люди которые многие годы уже играют в видеоигры которые реально понимают как это все происходит у них у всех есть Нинтендо Свич и они все поняли что сделала Нинтендо после абсолютно провальной вию и мы это можем уже говорить они наконец-то сделали консоль которую приятно держать в руках и которую реально хочется брать снова и снова на которую сейчас выйдут все лучшие игры и которые в 2018 году еще вам сука так покажет что вы ебанетесь поэтому реально 17 год это абсолютно год нинтендо и нинтендо свич я согласен спасибо господи вот так же спасибо господи что существует старворс так же спасибо господи что существует компания нинтендо на которая в отличие от всех других компаний не глядь скурвилась не переобулась и как они сука 20 лет 30 и 40 лет назад делали вот такие игры они так их и делают и они срали в рот вам тем кто говорит то что марио говно тем что зельда что что это для детей идите на прочитайте хоть немножечко больше книг посмотрите хоть немного больше фильмов и осознайте что такое игра по сути а моя любимая игра года вне этого вольфенштейн 2 спасибо и зиганул членом да ну тут ну что ты хочешь сказать сейчас ничего не добавить а у нас знаешь это после выступления студия да да студионалитики студионалитики как сыграл Виктор как вам вторая да